Новостройки в Ульяновске Семья Кендишовых жила уже в доме, построенном птицефабрикой. Предоплату внесли, договорились о следующей сумме. Но тут появились свои «но». Мы заметили, что стройка совершенно не начиналась. Были очень большие периоды, когда вообще просто там никого не было. Но, тем не менее, время прошло, что-то немножко зашевелилось, стройка пошла. Мы принесли оставшиеся деньги. Строительство то прекращалось, то вновь возобновлялось. В прошлом году терпение людей иссякло. До дольщиков стали доходить тревожные слухи, что руководитель птицефабрики Дмитрий Лебедев хочет обанкротить свою организацию. А значит, из простых дольщиков люди превратятся в обманутых. Тагайская в то время строила сразу три дома на улице Красноармейской. Трехкомнатная квартира Ольга Кендишовой должна была находиться в 12-этажном доме номер 97. Но вместо высотной свечки уже больше года наблюдается одна и та же картина. Строительство застыло на уровне третьего этажа. Мы были вынуждены обратиться в администрацию городскую. Мы писали письма в различные инстанции. Неоднократно нам присылали письма от городской администрации, что все будет хорошо, что ваши дома не заброшены, что когда-нибудь мы все равно их достроим. Но, честно говоря, никаких движений не было. Проблемы дольщиков все же не остались незамеченными. Ими занялось региональное правительство. Нашли нового застройщика. Им стал Николай Кондратьев. Кстати, сам дольщик долгостроящихся домов. А с инициативными гражданами встретился премьер Александр Смекалин. Официальный срок совершения строительства по данному объекту 140-му дому в декабре 2017 года. И мы понимаем, по крайней мере, по тем сведениям, которые нам предоставляет застройщик, оснований для того, чтобы мы опасались застрыва этого срока, у нас в сегодняшний день нет. Второй вопрос – это уже достройка двух следующих домов 67-го и 97-го дома по улице Красноармейской. Нам строительство готово, безусловно, ниже. На встрече была достигнута договоренность, что строительство двух других домов начнется с 20 июля. До этого времени будут установлены краны и проведут все подготовительные работы. А людей, между тем, волнует еще один вопрос. Самое главное сейчас для нас, что проект домов должен остаться тем же самым, то есть, чтобы не произошло удешевление, чтобы не было, например, такого, что не будут застеклены балконы, лоджии. Нам бы хотелось, чтобы проекты остались теми же самыми. И вроде бы нам пока это обещают. Есть, конечно же, и другие проблемы. Люди хотят получить компенсацию и неустойку за срыв сроков. Но это уже, как говорится, совсем другой вопрос. И решать его придется судебным органам. А для дольщиков главное, что они, к счастью, так и не перешли в категорию обманутых. Шанс справить новоселье в домах на Красноармейской стал из призрачного вполне реальным. Данила Ноздряков, Данила Сурков. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова